Открытый телеканал представляет. Вы знаете, что такое доула? Это женщина, которая помогает при родах. Ну, не только женщины, люди, которые помогают при родах. Может, я неправильное ударение сделал? По-моему, правильно. Доула. Это не медицинский персонал, она помогает, как речь, сделать массаж женщинам, которые собираются рожать. Повивальная бабка. Она не принимает роды, она помогает. Помогает. О чем думать, чтобы было тепло, хорошо, уютно женщине рожать. А есть доула смерти. Вот и есть. Я нашел такой сайт даже. Зовут ее Варя, кстати. Их немало. Такая Варя, она помогает пройти через умирание именно так, как хочет этого сам человек. Там это написано. Дальше написано. Поддерживает беседы с умирающим, готовит пошаговый индивидуальный сценарий умирания, берет на себя домашние дела, полит цветы, выгуливает собак и так далее, чтобы человек был спокойный, который уходил бы. Написать письмо ребенку в будущее, может, и так далее. На все свои расценки. Там 50 евро, 100 евро, 200 евро. То есть там все по расценкам. Вот как вы считаете, нужен человеку такой доула смерти? Если ему нравится, если ему хочется, если надо, то надо. Человеку, который уходит? Да. Человеку же хочется, чтобы он ушел вот так вот спокойно? Я не знаю. Я представляю себе по-другому. Как? А вот как уснуть, и все. Это идеальный вариант. Нет, но не так, чтобы совсем уже не чувствовать. А просто как уснуть? Вот как уснул и все. Да. И не нужно никакого, кто тебя сопровождает, ничего не... Нет. А можно сказать, что тебя как бы сопровождает творец все время? Ну, это естественно. Естественно? Да. То есть мой разговор идет все равно с ним все время, да? Да. Постоянно. Вот я сейчас вспоминаю, я... Мне преподавали на высших курсах, преподавали там хорошие ведущие режиссеры такие. Они были такие все философы, умные, очень известные. Я не буду называть фамилию преподавателя. Я вот был у него, когда он... Последние практически дни его были. Я помню вот со всем этим, я помню, как он сопротивлялся и кричал. Просто что я не хочу умирать, он кричал. Просто я не хочу умирать. Удивительно. Он кричал, я фамилию его не буду называть, имя его все знают, но там у него остались дети, родственники, не хочу. Но вот это вот сопротивление страшное такое было, страшное. Ему давали, он делал кино и вдруг уходит. Вот я хотел бы спросить, вот как согласиться с этим? Вот как не доходить до этих состояний? Жалко, что мы говорим о смерти, но ничего не поделаешь. Ну как? Я не знаю. Мне кажется, что это не такая уж большая проблема расстаться с жизнью. Да? Нет. Чем себя успокоить? А тем, что ничего хорошего в этом нет, в этой жизни. Давай посмотрим, а что там. То есть вы предлагаете приключение такое? Да. Путешествие. Да. Путешествие в другой мир. Все равно он лучше, чем этот. Да, конечно. Эта мысль сопровождает человека. Да. Понятно. Ну, смотрите. Что? Ну, в этом есть... Что ты теряешь? Да. Что ты теряешь? Ничего, что у тебя было, того не стоит, чтобы за это переживать. Да, вот родственники, близкие, друзья, тепло, работа. А у них свое. У них свое. Да. Вот так вот и уходить, да, человеку? А вот когда ты так рассуждаешь, можно сказать, что творец с тобой в этот момент находится? Вот когда вот такие рассуждения идут? Конечно, в таких случаях человек согласен с Творцом. Согласен с Творцом. Который забирает тебя? Да. И это вот самое важное, согласиться, да? Да. А скажите, вот что значит, что у каждого приходит свой час? Вот что означает вот эта фраза? У каждого свой час. Ну, время рождаться и время умирать. Так что не надо здесь особенно переживать. Но заложено что-то, чтобы человек в течение вот этого вот пути короткого сделал что-то. Это же заложено ему, да? Правильно? Да. Это ему отмерено? Да. Понятно. То есть он ни о чем не должен сожалеть, поскольку он как бы прошел этот путь. Я спокойно к этому отношусь. Вот все-таки об этой доуле вот требования существуют, значит. Расценки хорошие там тоже. То есть требования у человека существуют. Вот уйти вот так вот спокойно. Чтобы с тобой кто-то был рядом, и кто-то тебя вот так вот за руку держал, и ты спокойно ушел. То есть человек все-таки боится этого шага. Даже вот никуда не деться. Ну, я не представляю себе, чтобы я боялся смерти. Неда.